Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, с которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях снова Робин Шарма и книга «Монах, который продал свой Феррари. Притча об исполнении желаний и поиске своего предназначения». Робин Шарма. Человек-легенда индийского происхождения, из когорты канадских писателей, так популярный как мотивационный спикер и оратор в Соединенных Штатах Америки. У нас уже был обзор его книги про клуб «Пять часов утра», ссылка на который в описании. Очень рекомендую, если будете спускаться вниз за ссылкой, то на подписаться кнопку жмите, не раздумывая, на колокольчик тоже, а коммент какой-нибудь осмысленный можете написать уже раздумывая. Очень быстро. Вся книга в паре предложений. Там идет речь о судьбе адвоката-миллионера Джулиана Ментла, пережившего духовный кризис, погрузившегося в древнюю культуру, изменившегося человека, который научился радостно мыслить, беречь время, дорожить отношениями с близкими, и этим всем он хочет поделиться с нами. Главный герой нашел там истинное призвание в тот момент, когда отказался от навязанных европейских ценностей, и помогла ему в этом азиатская культура, а ценности навязаны были, в общем-то, западной культурой. И поэтому книга содержит очень такие древние восточные мудрости, необходимые современному человеку. Давайте будем сразу переходить к книге без прелюдий витиеватых рассуждений, потому что она достаточно необычная. Она написана в таком около художественном стиле, поэтому уместить ее в 10 фактов не представляется возможным лично для меня, и поэтому я просто выделил основные мысли в таком себе повествовательном режиме. Началось все с призыва к пробуждению. Был некий Джулиан Ментл, влиятельный адвокат, который очень много работал, отдыхал несколько часов в сутки, и именно потому что он был такой трудолюбивый и усердный, он достиг богатства, он стал достаточно известен в обществе, высокое положение, слава, вот это все, но при этом он начал выгорать, все больше он был недоволен собой, он поправился, он все время тусовался в дорогих ресторанах, все время застолья, от него ушла жена из-за вот этого образа жизни, и в 53 года он уже выглядит уставшим старым, и у него случается инфаркт. Вот эта неожиданная болезнь заставляет задуматься о жизни, о смысле жизни, о том, на что он ее все это время тратил, и на что потратит остатки своей жизни, и тут возникает, надо сказать, что эта книга написана от первого лица, и это первое лицо представляется персонажем, который работал с Ментлом в одной фирме, и вот он говорит, что однажды Джулиан покинул компанию и отказался от всех встреч, не отвечал на звонки, и он уехал на экспедицию в Индию, как бы отдохнуть, перезарядить батарейку, и в общем-то... А через некоторое время вот этому автору, от имени которого идет весь рассказ, назначает встречу какой-то человек, и с удивлением автор узнает в этом человеке бывшего адвоката. Джулиан выглядит не более чем на 30 лет, он похудел от него, веет внутренним спокойствием, жизненной силой, и он очень сильно изменился, спросите вы, как? А вот так, благодаря мудрецам Сиваны. Значит, Джулиан рассказывает, что во время путешествия в эту самую Индию он встретил человека, который в прошлом работал тоже в юридической сфере, и Ментл рассказал ему свою историю, что вот, дескать, он погибает, несчастен, хоть и очень богат. И новый знакомый советует ему отправиться в горы на поиски мудрецов, которые помогут ему разобраться в себе, найти истину, и, в общем, эти мудрецы живут высоко-высоко в горах, их так вообще, так просто не найти, и Ментлу это удается. Он поднимается в Гималайи, находит общину этих мудрецов, а все ее члены выглядят молодыми, здоровыми, пышут счастьем, каждый занимается своим делом, и их глава, роман, научил главного героя вот этим древним принципам счастливой жизни, внимания, и сказал, чтобы он обязательно потом все эти принципы передал нам с вами. Стоило забираться так высоко в горы, могли бы сразу нам все это рассказать. Тут мы подбираемся к уже основной части книги, значит, часть про семь добродетелей. Система мудрецов-сиваны вот этой вот основана на семи фундаментальных принципах. Они заключают в себе как бы искусство владеть собой, и ведут к духовному озарению. Принципы были описаны главному герою, и он передает их нам через книгу «Монах, который продал свой Феррари» в незамысловатой притче, где каждый элемент представляет символ одной из добродетелей. Эта притча очень маленькая, и не зачитать ее здесь было бы кощунством, потому что тогда непонятно вообще, о каком символизме идет речь. В общем, очень быстро. Ты оказался посреди красивого сада. В нем много невиданных тебе до этого цветов. Вокруг тихо, царит умиротворенная атмосфера. Ты наслаждаешься окружающим великолепием. Тебе кажется, что впереди целая вечность. Осмотревшись по сторонам, ты обращаешь внимание на высокий красный маяк. Вдруг спокойствие прерывается скрипом открывающейся двери, из которой выходит крупный японец. Борец Сумо. Он идет расслабленной, непринужденной походкой. Присмотревшись, ты обнаруживаешь, что он обнажен, и лишь интимные места обвиты розовыми проводами. Борец обнаруживает в саду золотой секундомер, берет его в руки и падает замертво. Он лежит неподвижно, без сознания. Кажется, будто он умер. Внезапно японец приходит в себя. Его разбудил аромат распустившихся желтых роз. Очнувшись, он оглядывается по сторонам и обнаруживает в зарослях извилистую тропинку из алмазов. Борец решает пойти по ней, в конце пути его ждет истина, радость и блаженство. Вот в этой притче, может быть, я недостаточно хорошо ее прочитал, но, в общем-то, даже если вы ее просто текстом прочтете, когда перейдете на страницу с кратким обзором этой книги на сайте буква.инфо и прочитаете сами заново, не сразу находится вся эта символика, вот эти семь добродетелей. Значит, сад, в котором все происходит, это сознание человека. Маяк, который там упоминается, это цель, которой идет человек. Борец сумо, это ваше самосовершенствование. Розовые провода, которые обвивают тело борца сумо, и больше ничего на нем нет, это самоконтроль. Золотой секундомер, это ценность времени. Желтые розы, добрые дела. Тропа, это то время, в котором вы находитесь. Ну и там дальше, в конце пути, вас ждет истинная радость и блаженство. Тут никакого символизма нет. Нужно обратить внимание, что сад из притчи символизирует как бы сознание человека и говорит нам о том, что, ну и, в общем-то, это шарма, видимо, хочет нам так витиевато это преподнести, что, чтобы жить счастливо, нужно охранять себя от ненужной информации. Необходимо концентрироваться на чем-то, что для вас является важным и одновременно хорошим. А вместо этого, ну, если вы обратите внимание, вы заметите, что и вы, и ваше окружение, и там разные люди часто фокусируются на событиях из прошлого, на каких-то финансовых проблемах, на бывших отношениях. И вот эти беспокойные мысли, они разрушают нас изнутри, не давая раскрыть свой потенциал. Но шарма говорит, и грех с ним не согласится, что сознание способно творить чудеса. Поэтому впускайте в него, в этот свой сад, только важную информацию без негатива. Как это сделать? Нужно контролировать свою судьбу. Шестой факт, контроль над судьбой. Потому что успех в жизни начинается с мышления. Именно сознание генерирует мысли каждую вашу секунду, и потом эти мысли превращаются в действие. Иными словами, сознание создает действие. Вы можете достичь любых высот, если вы формируете привычку искать в любом событии положительные аспекты, и тем самым настраивать сознание на созидание. Да, существуют ситуации, которые нельзя изменить, но вы можете изменить взгляд на эти ситуации, угол зрения и ваше отношение к ним. И именно так вы поймете, что все, что с вами происходит, это положительный опыт. И вы совершаете не ошибки, а получаете уроки. Потому что негативного опыта не существует. Любой опыт дает возможность развиваться, становиться лучше, идти вперед. Особенно если вы занимаетесь любимым делом. Потому что в этом и заключается счастье, чтобы заниматься любимым делом. Вы посвящаете жизнь одной, двум, трем желанным целям, таким, от которых вы кайфуете, не распыляетесь на ненужные вещи и мысли, и ваша энергия движется в одном этом направлении, исполняя все ваши желания. При этом помните о противоположном мышлении. Но этот принцип заключается в том, что вы можете заменять негативные мысли позитивными. Вы концентрируетесь одновременно на какой-то одной мысли, чаще всего и лучше всего мы концентрируемся на негативных каких-то вещах. Если вы ловите себя на мысли, ну не на мысли, а в общем ловите себя за тем, что вы думаете о чем-то плохом, сразу переключайтесь на то, что приносит вам радость. Это и есть противоположное мышление. И именно оно должно занимать 99% вашего времени, потому что, как мы уже говорили, это все приведет к тому, что поскольку успех начинается с мышления, вы начнете контролировать свою судьбу и извлекать из пройденного пути не ошибки, не корить себя за эти ошибки, извлекать опыт и становиться все более успешным. Ну и, конечно, ритуалы. Значит, ритуал сердца розы вынесен в десятый факт, чисто условно, потому что он мне понравился по своему описанию и тому, как его можно провести. Но там на самом деле внутри в книге есть целых 10 важных ритуалов, тоже которые я не могу не упомянуть здесь. И вообще из этих 10 ритуалов можно было бы сделать отдельный обзор на 10 фактов, как бы 10 ритуалов. Значит, в чем суть ритуала сердца розы? Это упражнение, которое 4000 лет, судя по тому, что говорит нам Робин Шарма, выполняют вот эти вот восточные мудрецы, и оно помогает избавляться им и поможет и вам от беспокойства. Делает сознание управляемым и, в общем-то, в нужном направлении вас направляет. Если вы устали от активного ритма жизни, если вам нужно замедлиться и разложить мысли по полочкам, берете розу, устраивайтесь, ну то есть настоящую физическую розу, устраивайтесь в тихом месте, в комнате, на природе, на даче, где угодно, где вас ничего никто не будет отвлекать. И смотрите в центр цветка, в самую его сердцевину. Постепенно сосредотачивайтесь на структуре, строении лепестков, на то, в общем, какая текстура у розы. Вам будут начинать приходить какие-то посторонние мысли в голову, нужно их от себя гнать и направлять внимание только на розу. Этот способ позволяет вам расслабиться, насладиться тишиной и усилить способность концентрации. В тот момент, когда способность концентрации будет максимальная, придет какая-то, ну то есть вернее, как только вы выйдете из этого состояния, придет какая-то мысль, которую вы очень давно ждали, выстроится там логическая цепочка, вы получите ответ на вопрос, который не могли разрешить до этого. Я пробовал этот ритуал, он действительно работает, и этот ритуал очень круто перекликается с осознанностью. А про осознанность у нас как бы тоже есть чего почитать, есть какие обзоры, опускайтесь под видео в описании, там все найдете. Кроме ритуала сердца розы, очень крутые, быстрые 10 основных ритуалов. Одиночество. Значит, его цель в том, чтобы вы сама обновились и в повседневной суете нашли для себя время и время для единения с собой. Ну то есть очень похож на сердце розы, но суть в том, что тут еще и тишина, которая обладает исцеляющими свойствами, и вы находитесь наедине со своими мыслями. Если вспомните книгу «Магия утра», там был прям отдельный факт про это, про то, что необходимо тишина. И вы находитесь минимум 15 минут в день, можете больше. Ритуал физическое совершенство. Это, ну понятно, здесь физические упражнения, поскольку тело вместилище для сознания, нужно поддерживать здоровье организма. Ритуал здоровое питание тоже направлен на то, чтобы тело служило вам как можно дольше, и вы как можно дольше качественно жили. Потому что ваше питание сказывается на самочувствии, и если вы употребляете больше живой пищи, созданной природой, включаете в рацион фрукты, овощи, злаки, избегаете замороженных продуктов, мяса, полуфабрикатов и всего такого, то вы проживете долго, осознанно и качественно. Погружение в знания. Отдельный ритуал, который говорит нам о том, что учиться нужно всю жизнь, и поэтому по 30 минут в день чтению или подписаться на канал и слушать вот такие вот обзоры, которые за 30 минут заменят вам чтение отдельной книги. Потому что новая информация, как правило, является источником каких-то идей, которые нужно внедрять в свою жизнь, и поэтому, ну вы вроде бы это знаете, но тоже очень важно, Шарма об этом говорит, вы знаете, что многие люди знают, что новая информация это источник идей каких-то, но при этом вы не применяете это в жизни для достижения целей. И у него есть правило 72 часов, которое говорит, что любая идея, которая пришла к вам в голову, нужно начать реализовывать в течение 72 часов с момента ее возникновения. Потому что, если это будет позже, то вероятность ее реализации приблизится к нулю. Следующий ритуал, собственное отображение. Это осознанное мышление, на которое вы ежедневно выделяете время, анализируете свои поступки, прорабатываете, анализируете ошибки, чтобы не допускать их в дальнейшем. Ритуал раннее пробуждение. Ну тут, конечно, чтобы какой еще ритуал ждать от человека, который написал книгу «Клуб 5 часов утра». В общем-то, вставайте, чувствуйте себя бодрым, отдохнувшим после 6 часов сна, а не больше, и вводите в привычку просыпаться на рассвете с позитивными мыслями. Ритуал музыка. Здесь все понятно. Ритуал произнесенное слово. Как часто вы говорите, я устал, и потом этим «я устал» еще больше подпитывайте свое такое состояние. Вместо этого говорите «я бодроэнергичен» и, в общем-то, будете чувствовать, как вас наполняет силами энергии. Ну тут очень важная история про мантры. В них, конечно, нужно поверить, для того, чтобы они работали, а просто там произносить и скептически думать. Ну да, конечно, как я могу сказать, я бодроэнергичен, если я сильно устал и хочу лечь. Вот, поэтому тут ритуал произнесенное слово, он, конечно, здоровски описан, но важно понять, как с ним работать. Гармоничный характер – это те черты, от которых вы хотели бы избавиться или выпить, наоборот, те, которые вам нужны, важны. Вы сверяете действия с шестью принципами мужества, честность, сострадание, усердие, терпимость и смирение. И если все шесть этих принципов исполняются, то вы чувствуете внутреннюю гармонию. И ритуал простота – это то, что должно привнести, в общем, вы минимизируете потребности, не распыляетесь на какие-то ненужные вещи, живете простой жизнью и тем самым высвобождаете себе время на то, чтобы решать какие-то важные глобальные задачи. Вот такие вот быстрые десять ритуалов. Если вы их не запомнили, то я вам рекомендую все-таки перейти к текстовой версии этого обзора, ссылка на которое под этим видео. И потому что там еще будет пятиэтапный метод достижения целей по заветам мудрецов. Я уже на этом не буду останавливаться, потому что и так десять фактов затянулись. Но вот, да, метод достижения целей по заветам мудрецов реально как-то или в другой раз, или в текстовом описании мы их добавим. Трех задач не будет. Книгу надо прочитать для того, чтобы, вернее, не то, чтобы надо, книгу можно прочитать в субботу-воскресенье на дачном участке в Гамаке. Она идеально подходит для того, чтобы одновременно вы выдохнули и тут же вдохнули перед новой рабочей неделей. Ничего такого, что практически вы там будете записывать, ну, хотя вот вот эти вот ритуалы могут натолкнуть вас на мысль и про 72 часа, и про то, что там привычка формируется за 21 день, и про то, что вставать нужно в 5 часов утра и раннее пробуждение, вот это вот все. Но, и в тишине медитировать, но это было и в других книгах, поэтому я не скажу, что тут какие-то три прям супер важные задачи, которые я бы выписал себе в букнот. А что такое букнот, можно посмотреть по адресу буква.info slash blog slash booknot. Такой блокнот для осознанного чтения, который мы придумали для любителей нонфикшн-литературы, чтобы все-все-все записывать вот по заветам того же Шармы, ничего не упускать, все воплощать в жизнь и из каждой книги получать максимум пользы. Фух! У Шармы есть еще книга «Кто заплачет, когда ты умрешь?» По-моему, так она называется. Я не уверен, что мы до нее доберемся, но две самые популярные его работы мы честно обозрели в «Читай быстро». Это был именно этот проект буква.info. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще этого не сделали. Палец куда-нибудь или вверх, или вниз, колокольчик, коммент можете написать, что вы про Шарму и монахов думаете. Если захотите проверить скорость чтения, буква.info slash rapid, получайте текст, потом вопросы по этому тексту, потом сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения, блокнот для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты по книгам, всякие истории про софт-скиллы. И вот это вот все у нас на сайте буква.info slash blog. Там много полезного, интересного. Мы стараемся еженедельно выкладывать по несколько постов. Ну, и инстаграм, буква.info. Там все чаще появляются супер короткие обзоры. Может быть, вы уже видели, мы выложили парочку. И хотим продолжать это делать. Вот они будут в большей степени появляться в инстаграме. Увидимся через неделю. Новый я, новые вы и какая-нибудь новая книга. Читайте книги. Слушайтесь, мама. Хорошего вам дня. Пока.